дорогие друзья наитеплейший привет из снежного и крайне морозного таллина поговорим сегодня о таком важном компоненте учебной работы как ошибки почему их важно делать почему мы их делаем и о том как создать нам вот такое вот пространство в котором ученик будет ошибаться будет учиться будет развиваться и это пространство будет для него безопасно и давайте мы с вами начнем с того что я сейчас назову одно слово и вас попрошу написать в чат первое что придет к вам в голову когда вы услышите это слово итак поехали я назову слово цветок зачитываю красиво лето счастье аромат аромат кактус так ромашка весна лето запах тюльпан растет аромат клумба ботаника лето тюльпан фиалка красивый краса лето радуга зеленое растение поляна настроение лето весна подарок весна василек отлично все лето я жду чтобы все успели написать отлично растения и так вот друзья обратите сразу же внимание на то мы с вами позже к этому вернемся что я сказала одно слово и какую мы здесь с вами какое семантическое ядро какие семантические связи мы с вами образовали вот только из одного этого слова вот все то что пришло к вам в голову на одно единственное слово цветок загорелые лица и так вот теперь смотрите друзья я недавно смотрела меня кстати на тему этого эфира как раз таки эта передача и навела у нас недавно были в гостях мой брат с девушкой и они нам показали отрывок из передачи comedy club там в первой части ведущие этой программы приветствуют участников которые к ним пришли гостей которые к ним пришли и задают им ряд вопросов там идет между ними такая интересная коммуникация всем всем смешно такая усилительная беседа и была одна популярная тик токер и ей уча ведущие задавали ряд вопросов на которые она отвечала и каждый каждый ответ ее вызывал взрыв хохота и последний вопрос был москва это или нет даже нет не это москва и пауза и она говорит не резиновая и все хохочет и заливаются смехом потому что скорее всего и ведущие и аудитория ожидали от нее другого ответа возможно я не знаю какого возможно они ожидали что она скажет столица россии то есть они предположили аудитория что это правильный ответ и соответственно тот ответ который выдала она этот ответ неправильный и ну посмеялись над этой над этой над этим неправильным ответом ну там такая передача понятно что такой формат все и должны смеяться и должны высмеивать но дело в том что вот подобная ситуация друзья случается и в учебных классах и в учебных аудиториях и вообще везде где люди учатся давайте выйдем за рамки школы и университета везде где обучаются люди случаются подобные ситуации и ученики в таких ситуациях ощущают что ошибаться небезопасно они чувствуют что есть где-то правильный ответ и пытаются попасть в него для того чтобы но не вызвать какую-то реакцию реакция может быть раз на это не обязательно высвей и свеи мое без высмеивание это может быть какая-то другая реакция но которая даст тебе понять что ты ошибся и ученик начнет себя чувствовать безопасно и свободно ошибаться будет в только в тот момент когда почувствует что то как он мыслит важнее того ответа который он выдал то как он мыслит важнее ответа который он сказал потому что друзья в тот момент когда ученик дает ответ или решение и опять-таки ученик как обучаемый в целом важно не столько в учебной ситуации когда мы обучаемся чему-то важно не столько правильный твой ответ или неправильный а важно то как ты мыслил в этот момент что ты получил этот ответ и вот когда ученик будет чувствовать что именно это ценно тогда он свободно будет прикладывать усилия в вкладываться в решение задачи или в какую-то учебную работу озвучивать свое мнение вот когда он поймет что именно это важно едем далее как работает наш мозг и в принципе как учиться друзьям наш мозг когда произносим мы какие-либо слова вы как учитель произносите в классе какие-либо слова мозгу активизируются определенные части определенные такие пучки нейронных связей и друзья как вы видите исходя из самого первого нашего этапа взаимодействия когда я попросила вас написать первое что придет в голову со словом цветок у каждого из нас активизируется что-то свое это конечно очень простой пример который мы здесь с вами обыграли но похожая схема действует и в учебной работе у нас у каждого активизируется что-то свое и друзья не всегда то что активизируется она имеет прямое отношение к тому о чем говорит учитель вы можете говорить про тему обыкновенная дробь объяснять причем объяснять идеально на ученика активизируется либо что-то на таком знаете обывательском уровне за дробь он зацепится за этой дроби представить из на барабанная дробь оружейная дробь или не то значение дроби у него в этот момент в голове активизируется и понимать то что вы объясняете ему будет крайне трудно это вот тот пример когда ты вроде бы вот слышишь вроде бы даже пытаешься но ничего понять не можешь и даже не знаешь что спросить потому что вот непонятно действительно ничего у тебя здесь все иначе все 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 друг друг другая другие понятия другие ассоциации другие примеры у тебя в этот момент активизировались и ученику для того чтобы включиться в урок слушать и слышать учителя например или читать текст и понимать его а не механически читать или выполнять работу над заданием ученику необходимо сделать следующую работу но эту работу делает его мозг но мы это делаем скажем так в какой-то мере даже не на осознанно наверное мы можем это сделать необходимо те ненужные в данный момент нейронные связи пучки нейронных связей отбросить пришла новая опять она ненужная отбросить до тех пор пока не придет ровно та которую ты будешь сейчас использовать то есть в мозгу включается процесс торможения и он тормозит те процессы которые активизировались но тебе в данный момент не нужны и ребенок ребенок ученик да я и думаю что и взрослому тоже это непросто сделать он это не умеет такую работу проделывать этой работе необходимо его целенаправленно учить а для этого друзья мы должны во-первых увидеть как он думал он может сказать ответ который ну вот на который хочется среагировать так как я рассказывал в самом первом примере посмеяться удивиться пожать плечами спросить чем ты думал чем ты слушал только что вот на доске написано они за только что говорили только что тот отвечал но важно то как он думал нам надо узнать как он думал потому что благодаря этому мы поймем какой пучок нейронных связей у него активизировался мы поймем почему он проделал вот в своих рассуждениях какой-то путь который привел вот к этому ответу неверному мы поймем почему он так думал и сможем подкорректировать 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 чтобы в следующий раз в следующий раз у него уже была зацепочка и шансы что он пойдет уже точнее что у него активизируется другой пучок уже возрастут но не факт потому что этот путь иногда можно проделывать несколько опять все это сплывет а точно делал же эту ошибку точно то же самое же было в следующий раз опять пробуем и так далее а для того чтобы ученик озвучивал свою мысль говорил как он думал для этого должно быть безопасное пространство искала другое слово в голове но вот ничего не активизировался в этот момент кроме как должно быть друзья безопасное пространство но как-то вот так сложилось друзья вот в культуре что инаковость человека она как-то вот карается она как-то преследуется высмеивается с одной стороны говорят будь смелым отличайся не бойся но с другой стороны мы тоже понимаем не в каждой ситуации даже вот ты взрослый человек озвучишь свое мнение какому-то вопросу не в каждой потому что понимаешь с этими людьми можно об этом поговорить а с этими упаси боже эту тему затронуть не будешь ты там говорить ты не будешь озвучивать свои мысли вот когда контекст в котором мы находимся он учебный нам важно именно учиться то вот стресс связанный со страхом озвучить то как ты мыслил надо минимизировать вот снижать каждый раз как только вы встречаете с вашими учениками еще раз и еще раз и еще раз и еще раз потому что если мы не знаем как он думает мы друзья в принципе не можем его научить мы можем просто вот запихать в его голову что-то готовое что-то готовое но это это не его то есть это это не часть его его мозга это не часть его нейронных связей это то же самое что ничего ну ровно то же самое вы не сделали никаких изменений в его голове просто передав ему знания вот смотрите Людмила пишет подчас ребенок объяснить не может что ему непонятно совершенно верно у него нет еще метакогнитивного умения наблюдать за своими мыслями или анализировать задания критически его оценивать например и сказать что вот именно с этим я не разобрался поэтому поэтому наша задача друзья конструировать такие задания для нашего ученика чтобы через те ошибки которые он совершает мы поняли что ему непонятно как сказала моя коллега образовательный психолог кати аус если мы спроектируем задания в которых ученик не может ошибиться это плохое задание все задания которых я сейчас говорю они касаются обучения то есть это те ситуации те задания через которые мы учимся это как шаг это как ступенька и мы проектируем такие задания чтобы наш ученик мог ошибиться мы радоваться должны когда он ошибается потому что благодаря этому мы нашли еще одну нейронную связь которая связана не с тем с чем должна быть связана и вот друзья еще один важный момент как мы можем приучать ученика к тому чтобы он мог то что не нужно отбрасывать и использовать то что нужно это давать такую череду заданий через которые ученик будет получать понимать вот это допустим деепричастный оборот следующее задание решает а это не деепричастный оборот вот это деепричастный оборот а это не деепричастный оборот вот это квадратное уравнение а это не квадратное уравнение это квадратное уравнение это не квадратное уравнение дело в том что мозгу обязательно надо знать что есть а что нет относительно любого понятия относительно любого вот возьмем например понятие допустим перевернутый класс сейчас голову пришел Мы должны, наш мозг должен понимать, что есть перевернутый класс, что нет перевернутый класс, допустим. Линейная функция, что есть линейная функция, что не является линейной функцией. Рыбы. Кто есть рыба, кто не есть рыба. Что есть рыба, что не есть рыба. Оба, сказала вариант. И ученику важно вот такие вот задания подсовывать. Потому что мы учиться начинаем в тот момент, наш мозг развивается в тот момент, когда у нас возникает когнитивный диссонанс. Вот вроде бы ты уже понял, 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 понял. И тут такое задание, где вся твоя вот эта вот система начинает рушиться. Мы таких заданий, и мы такого ощущения, не заданий, неправильно сказала, мы такое ощущение, друзья, очень не любим, оно дискомфортно для нас. Когда ты уже все, вот ты уже понял, и вот это вот такое прекрасное чувство на душе, и тут бабах, и вся твоя конструкция рушится. Мы не хотим такого, нам это не нравится. Мы можем быть недовольны, мы можем говорить, нет, нет, пожалуйста, только ничего больше не надо, не делайте, не говорите, я уже все понял, не рушьте мою систему. Но на самом деле именно в этот момент происходит развитие. Потому что старое оно разрушается, потом через какой-то момент формируется новое, более крепкое понимание какого-то концерта. Этот период надо просто пережить. Он неприятный, он может быть для нашего эго тоже болезненный, но его надо спокойно пережить, потому что ты понимаешь, в этот момент развивается твой мозг. У тебя формируются нейронные связи. Это больновато. Просто иди дальше. Просто иди дальше. Продолжай мыслить, продолжай рассуждать, продолжай говорить. И ничего страшного, что старое понимание разрушивается прямо на глазах. Оно скрепится заново. Так, теперь читаю, друзья, что вы мне здесь писали. На 100% согласна про безопасное пространство. Дети, которые приходят ко мне на занятия, боятся ошибаться. И после начальной школы тоже. И для них шок, что я заставляю отвечать, даже если не знаю наверняка, что ответу. А даже знаю наверняка, что ответ будет неправильным. Примекают где-то через полгода. Да, в другом пространстве действительно страх уходит, и ты спокойно начинаешь ошибаться. Это еще может быть, знаете, с чем связано? Боязнь и ошибки еще свойственна нам тогда, когда у нас включается установка на данность. Это согласно теории Кэрол Двэк про гибкое и фиксированное мышление. Когда действует установка на данность, в какой-либо ситуации ошибаться становится страшно. Поэтому важно с нашими учениками взаимодействовать таким образом, чтобы у них развивалась установка на рост. А наше взаимодействие, оно формируется через нашу коммуникацию, через то, какую обратную связь мы даем нашему ученику, и как мы с ним общаемся, и как мы с ним разговариваем. Спасибо за комментарий. Верно подмечено. Мой опыт говорит о том, что боятся ошибаться и сами учителя. Друзья, мы люди. Мы люди. И нам это тоже свойственно. И нам это тоже свойственно. Более того, мы можем попасть в такую ситуацию, где нам, например, не страшно будет ошибаться. Допустим, вы поступаете в университет, потому что хотите поступить магистр, и вы понимаете, что вам этот рост нужен, вам эти знания нужны. Не важно, что и как. Я там, боже мой, лишь бы хочу, 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 буду развиваться. Или вот идете учить иностранный язык. Испанский язык решили учить. И говорите с ошибками, а бы как, потому что вам нужен этот язык. И в то же время вы можете оказаться в какой-то другой ситуации. Другой ситуации. Ваши какие-то триггеры сработают. И вам будет страшно ошибиться. И вы будете понимать, что лучше промолчу. Лучше не скажу. Что обо мне подумают. Вот это все начинает работать. Это нужно в себе просто отслеживать и думать, что стоит за этим. Почему я так думаю и как мне это изменить? Как мне изменить к этой ситуации свое отношение? Потому что решается достаточно легко изменением своего собственного отношения к этому. Но единственное, что не так быстро. Легко, но не быстро. Я заметила вообще, что самые действенные способы, они действительно простые. Но для нас самые сложные. Так, а если в классе большая часть детей ошибается, что делать? Вот и работать с этими, Татьяна, с этими. С этими ошибками. Понимаете, нам тоже нужно самим изменить свое отношение к ошибке. Ошибка не как провал в выполнении задачи, задания, понимания темы. А ошибка – это как место для работы. Это и есть то место, в котором мы учимся. Вот оно и есть. Вот благодаря этой ошибке мы учимся. Но важно понимать, почему ты думал именно так. Вот не получил ты, я не знаю, в каком-то примере ответ минус 126. И он неверный. Почему минус 126? Вот нужно, чтобы ребенок озвучил то, как он мыслил. И вы знаете, для учеников это очень непривычно. Я была свидетелем, когда была на уроке в качестве посетителя, как обычно, 10 класса. И ученики работали в Десмос, а там необходимо на некоторых шагах пояснять то, как ты мыслил. И задания поначалу были достаточно такие простые, понятные. То есть ученики прям видели, сразу ответ писали. Но вот это вот окошко небольшое, где надо было объяснить, как ты думал, одного 10-классника подвергло в шок. И он мне говорит, я не понимаю, что надо сюда писать. Я у него спрашиваю, а как ты думал, вот как ты получил, не знаю, там ответ 2. Как ты его получил? Ну, это же элементарно. Я посмотрел сюда, посмотрел сюда. Там это, тут то. Ну же, очевидно, тут отнял, вот и 2 получил. Я ему говорю, так вот это и пиши. Он был шокирован тем, что вот эту вот ерунду в его голове, по его мнению, надо писать, и учитель будет это читать. То есть он не понимал вообще, а зачем? О, Боже, то есть вот это я должен писать? Вы что, шутите? Вот эти вот мысли в моей голове я должен писать? Потому что для них ценно тоже ответ, 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 результат. Это важно. Я же правильно написал. Зачем писать то, как я думал? А я скажу, зачем писать то, как ты думал? Ты в ответе можешь совпасть, я не знаю, 25 раз подряд. И ты подумаешь в этот момент, что ты полностью постиг теперь вот алгоритм решения чего-либо, нахождения чего-либо, анализа чего-либо. Ты понял. Но может попасться в другая ситуация, в которой ты ошибешься. Потому что вот это вот твой алгоритм, который создал себе в голове, он оказался неверным. Ты не так думал. Просто повезло, что ты в ответы попадал. Просто повезло. И когда попадется другой пример, где вот этот алгоритм не сработает, ты не будешь понимать, почему. Почему? Как так? Все работало. И вот в этот момент система начнет рушиться. Потому что у тебя только-только все сложилось, и столько раз ты получил правильный ответ, а оказывается, что он был неправильным. Поэтому важно объяснять, как ты думал, чтобы учитель сразу же на первых шагах увидел ход твоего размышления и смог либо подсунуть другое задание для тебя, где ты сразу поймешь, что это было неверно. Хоп, ты думал так, нет, не так. Опять ты думал так, нет, не так. Либо какими-то намеками, либо каким-то вопросом. И нам важно узнать, как они мыслят. Если только ребенок почувствует, что его мысль уважают, даже если неправильную, тогда он будет искренне отвечать. Соглашусь и подчеркну, что, опять-таки, вот важно то, как ты мыслишь. Вот этот процесс, он очень важен. Процесс, он очень важен. Конечно, мы понимаем, что когда мы уже идем на экзамен, когда мы идем на контрольную работу, то считается, ну, как правило, да, в традиционной, такой контрольной работы, в традиционном экзамене, хотя, я думаю, со временем это тоже изменится, но на данный момент реальность такова, что считается все-таки количество правильных ответов. Там ты должен постараться не ошибаться. Но если ты учишься, ты должен ошибиться во всех разных моментах. Ошибка ученика всегда о чем-то говорит. Вот нам тоже надо понимать, что ошибка – это всегда что-то значит. Как правило, это означает непонимание ученика в каком-либо вопросе. За этим скрывается то, что он не понял. И для нас в учебном процессе именно то, что он не понял, и является самым ценным. Нам и необходимо с этим работать. Потому что узнав это, мы будем знать, как его учить далее. Без этого мы просто, просто не знаем. Нам правильный, неправильный ответы не говорят ни о чем. Нам важно понять, как он мыслил. Как он мыслил. И для ученика это должно быть тоже ценным. То, как ты думаешь, это ценно. Озвучивай, озвучивай ход своих мыслей. И я помню, как моя, опять-таки, коллега Катя сказала, что мы должны радоваться, когда ученики ошибаются. Радоваться, не огорчаться. Я понимаю, что для нас это как пыльным мешком, наверное, по голове. Когда долгие годы мы привыкли к тому, что от ошибки в учебной работе необходимо огорчаться. Нас всех это огорчает. Ну, как это так? Только объяснила. Ну, вот только объяснила. И вот бабах. 35 учеников. И все, например, ошибались. Да, или неважно, какая-то большая часть. А для нас это должно стать сразу же таким звоночком. Та-та-та-та-та-та-та-а-ак, так-так-так. Что происходит? Потому что в тот момент, когда мы все красиво объясняли, красиво объясняли, они вот это вот красивое объяснение в готовом виде себе в голову не приняли. У них активизировалось там что-то свое-свое-свое-свое-свое. И потом они вот это вот свое отобразили, и вы увидели, и поняли, не сходятся. И вот с этим надо работать дальше. С этим надо работать дальше. Именно поэтому, друзья, ученик активно должен сам создавать, напрягаясь, прикладывая усилия, знания в своей голове. Именно поэтому он должен быть активным на уроке аниме. Действительно, в тот момент, когда ты объясняешь, возникает иллюзия, что все понятно. Даже я сейчас говорю, вот я сейчас говорю, и мне кажется, что вы слышите ровно то, что я говорю. Но эту иллюзию надо с себя снимать. Это не так. Это не так. Потому что в это время у вас активизируется что-то свое, срабатывают какие-то триггеры, воспоминания, примеры. Тут не состыковка, здесь вы не согласны, здесь вы не понимаете. Это все сейчас происходит в вашей голове, когда вы слушаете меня. И потом ждать от вас, я не знаю, хотя бы даже идеального изложения того, что я сказала, или, я не знаю, правильных ответов на вопросы относительно того, что я сказала, это, ну, не имеет смысла, не это есть задача. Если важно, чтобы это знание об ошибках было в вашей голове, для этого мне нужно, чтобы вы работали, чтобы вы прикладывались у Ильи. А это вы сможете сделать через те задания, которые я для вас сконструирую, спроектирую. Когда вам нужно будет что-то внедрять в практику, что-то делать по-другому, что-то делать неудобно и так далее. Вот тогда происходит обучение. И тогда вот в этот момент вы ошибаетесь, вы объясняете, как вы думали. Я вижу, где, где, а-а-а, так вы связались с этим случаем, с этим примером, а-а-а. И тогда я понимаю, какой контрпример надо привести, какой аргумент, какой, я не знаю, какое еще объяснение, какую таблицу, какую инфографику и так далее представить для того, чтобы теперь у вас еще полнее картина была о каком-либо понятии. В начальной школе родители все держат под контролем. Они настолько уверены, что их ребенок не может ошибаться. Ведь все так просто, а он ошибается. Это часть нас. Это часть нас, действительно. Нельзя ошибаться, нельзя ошибаться. А мы не ошибаемся, мы не учимся. Но это вот то отношение к ошибкам, которые мы унаследовали, получили. И вокруг себя мы также же видим людей, которые определенным образом реагируют на ошибки в обучении. И переносим его далее. Поэтому начинать надо всегда с себя. Других не переделаешь. А начинать надо с себя. Надо свое отношение к ошибкам менять и понимать, что когда мы учимся, когда мы оказываемся в новой для нас ситуации, мы можем ошибаться. Мы можем ошибаться. Разрешите себе ошибаться. Позвольте себе это. Друзья. И опять-таки я сразу же на всякий случай скажу, что мы говорим про учебную ситуацию. Про то, когда мы учимся чему-то новому. Это для того, чтобы не было каких-то категоричных провокационных вопросов, связанных с ошибками. А как же комплекс отличника? Его никто никогда не отменит, как бы мы ни старались. Конечно, конечно. Всегда останется невозможно, чтобы все делали все, никто не делал ничего. Но что мы, как учителя, можем делать, мы можем создавать условия, в котором ученику будет комфортно расти и развиваться. Вот это точно нам под силам, друзья. Мы можем такие условия создать. Вот я говорю именно об этом, друзья. Ну что, я буду заканчивать. Спасибо, друзья. Спасибо. Благодарю вас за участие. Всем наитеплейший эстонский муси. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok